Мы научились писать простые программы на баш, а также изучили управляющие конструкции этого языка, ветвление и циклы. В принципе, этого достаточно, чтобы написать уже очень много программ на этом языке. Однако мы изучим еще несколько вещей, которые можно сделать баш. Конечно, они не опишут все возможности этого языка, однако будут очень полезны. Начнем мы с арифметики. Для выполнения арифметических операций в баш используется конструкция let и далее в двойных кавычках перемена, куда мы хотим записать выражение, равно и выражение. Например, let c равно 1 плюс 1, в этом случае в переменную c запишется значение 2. Или let c равно a плюс b, в этом случае в переменную c запишется сумма переменных a и b. Обратите внимание, что здесь не обязательно ставить значок доллар, а также можно допускать пробелы рядом с конструкцией равно. Операции доступны следующие. Стандартные математические сложения и вычитания деления и умножения, остатки отделения при помощи значка процент и возведения степень при помощи звездочка-звездочка. Кроме того, можно записывать let и более сокращенно. Например, записать конструкцию a равно a плюс b можно a плюс равно b. На месте плюса может выступать любая из этих операций. Давайте посмотрим несколько простых примеров в терминале. При помощи программы Atmux я разделил экран на две половинки. Слева у меня открыт скрипт mass1sh, справа буду его запускать. В этом скрипте я пытался записать в переменную var сумму 1 плюс 1 разными способами. Давайте запустим и посмотрим. Первый способ, очевидно, неверный, потому что башня не знает, что такое команда плюс. Во втором случае в var записалась строчка 1 плюс 1. То есть я мог бы поставить кавычки перед денежкой и после последней денежки получил бы точно такой же результат. В третьем и четвертом случае в var записалась действительно сумма 1 плюс 1. Однако в четвертом я использовал двойные кавычки, а в третьем нет. На самом деле в let можно не использовать кавычки, если вы все запишите без пробелов. Давайте попробуем поставить хотя бы один пробел вокруг плюса, сохранить скрипт и запустить его еще раз. В данном случае я опять получу синаптическую ошибку. Поэтому я рекомендую всегда ставить кавычки вокруг выражений в конструкции let. Давайте рассмотрим второй пример. У меня есть переменные exp и base, изначально равные 0 и 10. Далее в цикле я проверяю exp на меньше либо равно 5 или нет. Если меньше либо равно 5, то тогда захожу в тело цикла и выполняю. В результат записываю base в степени exp, ввожу это на экран и увеличиваю exp на 1 при помощи конструкции плюс равно 1. Когда я проделаю это столько раз,